Сегодня я расскажу вам о более чем странном эпизоде из биографии Кунан Дойля, того самого сэра Артура Кунан Дойля, создателя Шерлока Холмса, которого мы считаем воплощением здравого смысла и логики, создателя научного метода, который позволял вывести на чистую воду любого даже самого хитрого жулика. Так вот, сегодняшний мой рассказ, и это абсолютно правдивая история, о том, как две деревенские девчонки заставили Кунан Дойля поверить в то, что в Англии в 20 веке живут феи. Вся эта история началась в 1917 году, когда 9-летняя Фрэнсис Гриффит вместе со своей мамой переезжают из Южной Африки в Англию. Идет Первая мировая война, и отца Фрэнсис призвали в армию. Тогда ее мама решила вернуться на родину и поселиться вместе со своей сестрой. И они поселяются в деревне Котингли в Юршире вместе с семейством Райт с дядей и тетей Фрэнсис. У Райтов была 16-летняя дочь Элси, которая очень быстро привязалась к маленькой кузине. Для Фрэнсис переезд в Англию был, по всей видимости, очень болезненным. Вы можете себе представить. 9-летняя девочка, идет война, ее отец уходит на фронт. Они покидают Африку, где Фрэнсис прожила всю свою жизнь. И они приезжают в Англию, которая по контрасту кажется и очень холодной, и недоброжелательной. У Фрэнсис был очень сильный провинциальный акцент, и над ней смеялись местные ребятишки. И старшая кузина Элси берет ее под свое крыло и начинает защищать. И между девочками завязывается крепкая дружба, несмотря на большую разницу в возрасте, одной из 16, другой 9 лет. И когда начинается весна, они большую часть своего времени начинают проводить на улице. Они уходят играть к речке, которая протекала внизу, в долинке, на окраине их большого сада. Возвращаются они оттуда, как правило, перемазанные в грязи с головы до ног. Их мамы с раздражением спрашивают, чего хорошего они нашли в этом холодном, грязном и непривлекательном месте. И в какой-то момент маленькая Фрэнсис заявляет, что они ходят туда, потому что они встречаются там с феями. Ну сказала, да сказала, девочке 9 лет. Но мама Фрэнсис в тот момент отреагировала очень резко. Она в тот момент была под очень большим стрессом. У нее даже начали выпадать волосы. Она очень сильно переживала за мужа. Она не знала, как они будут акклиматизироваться в Англии, в стране, которую она уже порядком успела забыть. Поэтому на рассказы дочки она отреагировала неоправданно жестко. Она фактически сказала Фрэнсис, чтобы она перестала врать и рассказывать сказки. И Элси заступилась за маленькую кузину. Она внезапно заявляет, что малышка не врет, и что они действительно ходят к ручью встречаться с феями. И это уже говорит 16-летняя девица. Разумеется, это заявление уже встретили в градах насмешек и издевок. И девочки, по всей видимости, почувствовали, что они против всего света и начали упираться, и начали настаивать, что они ходят к ручью встречаться с феями. В конце концов, отец Элси, Артур Райт, выдает девочкам свою фотопамеру и говорит, чтобы они шли к ручью и принесли доказательства своих встреч с феями. Он также выдал им ровно одну фотопластинку, потому что в те времена бы не могли пойти и нафотографировать 4 гигабайта фотографии феи. И девочки убегают и через полчаса возвращаются домой, с торжеством заявляя, что они сделали фотографию феи. Артур Райт самолично проявил фотопластинку и сделал отпечатки. И к величайшему удивлению всех взрослых, на этой фотографии они увидели Фрэнсис, которая лежит в траве, и перед ней танцуют 4 или 5 маленьких человечков с крыльями. Артур Райт не поверил им ни на секунду, потому что он был, во-первых, инженером, во-вторых, он был фотографом-любителем. Их насмешки продолжаются еще в течение нескольких месяцев. И осенью девочки снова берут фотокамеру. И в этот раз они приносят снимок Элси, которая сидит в траве и, по всей видимости, здоровается с гномом. На этот раз Артур порядочно рассердился. Отобрал у них камеру и запретил им вообще разговаривать на эту тему впредь. Эта история заглохла почти на 3 года. В конце 19-го года обе мамы девочек, они были, напоминаю, сестрами, посетили лекцию от Теосовского общества. Теосовское общество – это вот наша Елена Блаватская. Я не буду сейчас подробно распинаться на эту тему, я оставлю внизу ссылку на Википедию, и вы сами можете прочесть и вспомнить, что это такое. Так вот, английское Теосовское общество организовывает просветительские лекции, и вот это была лекция на тему жизни фей. И мамы девочек сходили на эту лекцию, и там они стали разговаривать с людьми и рассказывать о том, что вот девочки 3 года назад фотографировали феи в нашем саду. И Теосовы очень заинтересовались этим и попросили принести фотографии посмотреть. Эти фотографии пошли по рукам, и к началу 20-го года они уже попадают к генеральному секретарю английского Теосовского общества Эдварду Гарднеру. Гарднер пришел в полный восторг, потому что он был человеком, готовым поверить в существование фей. Тем не менее, он отправляет эти фотографии на экспертизу человеку, который считается большим авторитетом фотографии. Его звали Гарльд Снеллинг, и Снеллинг был профессиональным фотографом, и он также был убежденным спиритистом. Поэтому его заключение было, в общем-то, предсказуемо. Он написал, что эти фотографии, безусловно, подлинные, что ни с негативами, ни со снимками не было сделано никаких манипуляций, то есть они не были отфотошоплены. Что означает фактически, что эти карточки подлинные, и они подтверждают существование фей. Интересно, что Снеллинг еще и взял на себя редактирование снимков. Дело в том, что исходный негатив был довольно-таки недодержан, и фотографии получались довольно блеклыми. Поэтому Снеллинг решил усилить контрастность и усилить четкость изображений. То есть на самом деле сейчас у нас даже нет оригинальных негативов. Эти негативы были уже отредактированы теософами. Снеллинг, конечно, утверждал, что он никак не изменял изображение, он только усилил контрастность. Но мы должны понимать, что оригинальных фотографий фей у нас уже сейчас нет. Так вот, эти подретушированные фотографии разошлись в том году по всем теософским и спиритическим журналам страны. Один из этих журналов, один из самых влиятельных спиритических журналов того времени, он назывался Light, попался на глаза Артуру Конандуэлю. Конандуэль, надо вам сказать, если вы не в курсе, всю свою жизнь верил в сверхъестественное. Он верил в телепатию, в экстрасенсов, возможности коммуницировать с духами мертвых и так далее. На самом деле его первое письмо в этот самый журнал Light датируется тем же годом, когда он начал писать рассказы о Шерлоке Холмсе. В 1886 году вышла повесть «Этюд в багровых тонах» – это первый рассказ о Шерлоке Холмсе, и одновременно в журнале Light печатается сообщение Артура Конандуэля о его опыте из столоверчения и общения с духами. К 1920 году Конандуэль был уже убежденным спиритуалистом, он открыто говорит о своих взглядах, более того, он выступает с лекциями на эту тему. Но он все еще считает себя скептиком, который подвергает сомнению все доказательства паранормальных явлений. Так вот, в этот момент Конандуэль как раз был занят подготовкой рождественского рассказа для журнала «Стренд». Журнал «Стренд» – это был тот самый журнал, в котором начали печататься рассказы о Шерлоке Холмсе. И «Стренд» заказал Конандуэлю рождественский рассказ о феях. Как вы уже поняли, англичане очень любят феи. Конандуэль связался с Артуром Райтом и попросил у него разрешения использовать фотографии девочек для своей статьи в журнале. Семейство Райт было в полном восторге, потому что Конандуэль был одним из их самых любимых писателей. И, конечно, Райт и Охотнос разрешили ему использовать фотографии в статьи, и более того, они даже отказались от вознаграждения. Но перед публикацией Конандуэль и Гарднер отправили эти фотографии на повторную экспертизу в компанию «Кодек». Эту самую компанию «Кодек». Она в тот момент уже существовала. И «Кодек» проводит экспертизу негативов и снимков. И предоставляет заключение, в котором говорилось, что негативы и снимки, опять же, не были сманипулированы. То есть они не были изменены, не было изменено то, что на нем изображено. Что не означает, что эти сцены являются реальными. Они только говорят, что снимки не были сфабрикованы, но сцена вполне могла быть. Поскольку Конандуэль в этот момент собирается в Австралию, где он планировал прочесть цикл лекций на тему спиритизма, то он доверяет Гарднеру связаться с Райтами и попросить девочек сделать дополнительные фотографии. И Гарднер привозит им две новенькие фотокамеры и 24 фотопластинки, которые он втайне пометил. И он просит Элси и Фрэнсис делать больше фотографий феи. Девочки говорят, что в принципе они не против, они могут попробовать, но феи не будут показываться перед взрослыми и перед посторонними. Поэтому все взрослые отправляются к лечу, а девочки через некоторое время предоставляют им три новые фотографии феи. И Гарднер убеждается, что они использовали те самые помеченные фотопластинки, то есть это не подлог. В декабре 2020 года Канадоль пишет большую статью в Стрэнд о том, что феи обнаружены и были сфотографированы. И эта статья была иллюстрирована новыми фотографиями Элси и Фрэнсис. Имена девочек для этой статьи были изменены, чтобы оградить их от нежелательного внимания публики и прессы. И это было правильное решение, потому что ажиотаж поднялся колоссальный. Журнал был распродан буквально за несколько дней. Реакция общественности была, мягко говоря, неоднозначной. Часть людей прямо заявляла, что эти фотографии не столько свидетельствуют о существовании фей, сколько о том, насколько дети могут легко облапошить взрослых. Другие же люди с абсолютным восторгом вопили в прессе, что человечество вступило на новую ступень развития, что теперь тонкий мир, который до этого был недоступен нашим чувствам, стал для нас видим, потому что человечество выходит на новый виток развития цивилизации и так далее и тому подобное. Канадоль потом напишет еще одну статью, и на основании двух этих статей в 22-м году он выпустит целую книгу под названием «Пришествие феи». И эта книга будет принята его поклонниками со смесью стыда и восхищения. Некоторые люди просто поверить не могут, что Канадоль позволил так себя облапошить двум девочкам-подросткам. Другие же люди говорят, что по фотографиям девочек совершенно очевидно, что это чистые невинные дети, которые не могут так врать. Вообще психология подростков на тот момент давала возможности для аргументации как той и такой другой стороне. Часть людей разделяла старомодные викторианские представления о том, что дети – это по сути свои невинные и непорочные сознания. Они не склонны ни к лжи, ни к злу, и соответственно детям можно всегда доверять. Другие же люди высказывали более современное мнение, которое очень хорошо сформулировала судья Джуди. Как узнать, что подросток вам врет? У него губы шевелятся. И тем не менее большинство людей того времени говорили, что они не могут поверить, что десятилетний ребенок, они имели в виду Фрэнсис, может в течение такого долгого времени обманывать окружающих, ни разу не проговорившись. Не может быть, что девочки так долго могут хранить секрет. Так вот, кузины хранили свою тайну в течение 66 лет. Наконец, в 1983 году уже очень пожилые Элси и Фрэнсис в интервью для журнала Unexplained признались, что это был розыгрыш, который фактически вырвался из-под контроля. Они не хотели обманывать все цивилизованное человечество, просто так получилось. Рассердившись на родителей, Элси, которая неплохо рисовала, скопировала изображение танцующих девушек из детской книжки, которую Фрэнсис привезла с собой из Африки. Это был сборник стихов и рассказов и сказок. Элси скопировала оттуда одну из иллюстраций и пририсовала к фигурам крылья. После чего она раскрасила их акварелью, и девочки вырезали эти фигурки из картона. При этом им не удалось вырезать маленькие пальчики на фигурках, что заставило Теософов очень долго спорить. Есть ли у феи на руках перепонки между пальцами? Эти фигурки девочки закрепили на длинных шляпных булавках. Я специально нашла совершенно замечательную иллюстрацию Даны Гибсона, чтобы напомнить вам, как выглядели тогдашние шляпные булавки. И фигурки на шляпных булавках были воткнуты в мох и колебались на ветру, что создало впечатление движения на фотографиях. Так вот, девочки сначала не признавались в обмане изобрямства и обиды на родителей. Потом, когда эти фотографии оказались в руках чужих людей, они уже боялись признаваться, потому что они боялись наказания. Когда же в историю ввязался Конан Дойль, им было просто уже неловко за любимого писателя. И они договорились не признаваться и не выдавать свой секрет, по крайней мере при жизни Конан Дойля, просто потому что они не хотели его позорить. Интересно, что Конан Дойль в своей книге «Пришествие фей» пытался рассмотреть вариант, что все эти фотографии поддельны. И он предлагает буквально эту версию событий. Он буквально пишет, что если бы эти фотографии были поддельны, это означало бы, что девочкам нужно было бы вырезать эти фигуры из картона. Но, говорит Конан Дойль, этого не может быть. Потому что это бы означало, что деревенские девчонки могли бы сделать, нарисовать такие красивые, реалистичные, изящные фигурки. Чего не может быть. Мораль всей истории в том, что никто не может обмануть нас лучше, чем мы сами. Потому что, если мы в вас что-то искренне верим, то даже если мы пытаемся делать вид, что мы подвергаем нашу веру сомнению, и пытаемся, к примеру, спрашивать мнение экспертов, мы при этом выбираем людей, которые разделяют наши взгляды. Мы фактически ищем доказательства своей привоты. А если мы получаем в ответ мнение, которое противоречит нашему, то мы отметаем его, обвиняя в предвзятости. Конан Дойль абсолютно точно догадывался, как были изготовлены эти фотографии. Но он отметал эту возможность как неправдоподобную. То есть, фактически, в его глазах вероятность того, что 16-летняя девушка умеет рисовать, было менее вероятной, чем то, что она может сфотографировать феи в своем саду. Интересно, что Фрэнсис до самой своей смерти утверждала, что феи у речки на самом деле были. Просто им с Элси не удавалось их сфотографировать, и поэтому им пришлось пойти на подлог. Но феи на самом деле были. И в доказательство этому она предъявляла пятую фотографию, на которой мы видим полупрозрачные силуэты феи на фоне травы и какого-то птичьего гнезда. Она утверждала, что они эту фотографию не делали. Современные эксперты считают, что эта фотография была в результатах непреднамеренной двойной экспозиции, что, скорее всего, одна девочка сфотографировала фигурки, после чего они, незаметя, обменялись фотокамерами, и другая девочка на ту же фотопластинку сфотографировала траву. И поэтому фотографии фигурок наложились на фотографию травы, и феечки теперь вечно будут греться на солнце птичьем гнезде. На сегодня у меня все. Если вы когда-нибудь в детстве встречали феи гномов где-нибудь в лесу у ручья, пожалуйста, напишите мне внизу в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Это скажет ютубу, что вам нравятся видеоролики на подобную тематику, и он будет предлагать вам больше подобных видео, не обязательно моих, но и других людей. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok